от шариков, так как-то более празднично, и хаги-ваги сзади, Марго, привет, Валь, смотри, шарики на месте, Best Bubble Boutique, я отмечала, ну, что хочу сказать, первонаперво хочу сказать что-то со связью, что со связью, слышно, меня видно, я Юля, я не Катя, Катя у меня в гостях, сейчас поехала делать документы, вот, и что первое хочу сказать, я скинула пост про Катю, и очень многие начали писать, что, привет, 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 многие начали писать, что здорово было бы, если бы мои близнецы, мои братья, мои дети также дружили, я хочу поделиться в этом эфире, что нам говорила мама в детстве, почему сейчас мы так близки, всегда нам мама говорила, что родители не вечные, ну, мне не нравились эти разговоры, она говорит, я скоро умру, вот я когда умру, я скоро умру, и вы останетесь вдвоем, самые родные друг другу люди, да, у вас есть брат, но вы все равно роднее, вы близняшки, вы самые близкие друг другу люди, вы должны поддерживать друг друга, рассказывала про предательство, очень много с нами разговаривала, рассказывала какие-то свои истории из жизни, и, конечно, у ребенка это все откладывается, конечно, нужно разговаривать с детьми, конечно, помимо личного опыта, понимаю, что даже психологическая литература, да, взять даже ту же самую Петрановскую, там тоже написано, что с детьми надо общаться, что если что-то тяжело или что-то у вас не получается, то можно под другим углом рассмотреть ситуацию, и, скорее всего, наверное, ребенку не хватает внимания, наверное, ребенок чувствует угрозу привязанности, поэтому у него какие-то истерики и так далее, и так далее, вот, а вообще, конечно, я хотела немножко рассказать про свое прошлое, конечно, про маму, вам очень интересно слушать про нее, до какого возраста дрались, да мы еще и в училище могли подраться, особенно когда жили одни, тяжело за старшую быть, да, на мне была финансовая часть, на мне все было, а Катя как будто мой маленький ребеночек был, и когда она не слушалась, то мы дрались, да, вот, что Тигран подарил сыну, подарил деньги, вот, ну, хорошо, что подарил, вот, про маму хотела рассказать, конечно, очень важно, когда родитель дает защиту, вот, ребенок должен знать, что вы всегда на его стороне, и только сейчас, когда у меня такие непростые отношения в семье, когда я сама воспитываю своих детей, я, Катя не уехала, она поехала по делам, сейчас приедет, я понимаю, что так важно понимать, что твой родитель за тебя, мы когда были с Катей помладше, учились в школе, там, в училище, когда нам говорили, мы сейчас все расскажем вашей маме, они думали, что мы сейчас штаны все намочим, а мы думали, что, интересно, вообще было не страшно, расскажут маме, что, будет тема для обсуждения, мама всегда была на нашей стороне, мы никогда не боялись, что кто-то маме расскажет, мы могли прийти с любым вопросом к маме, я помню, мы, а вот те, у кого дети боятся, что маме расскажут, вот, здесь нужно задуматься, мама это близкий человек, один из самых близких, вот, вообще самый близкий, до какого-то момента, конечно, должно быть доверие, конечно, поэтому потом наркотики и так далее, и так далее, потому что человек понимает, что у него нет привязанности, у него нет близкого человека, он может чувствовать себя одиноким, мама умерла у нас от рака, когда нам было 20 лет, вот, и мы, когда подрастали, у нас были очень доверительные отношения с мамой, то есть мы должны, мы могли ей сказать все, 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 и однажды мы пришли к маме и говорим, мам, мы хотим начать курить, вот девочки курили в подростковом возрасте, и мы тоже хотим взять сигарету и затянуться, мам, можно? вот, и мама ответила, можно, но имейте в виду, что если вы будете курить, то от вас будет вонять, как от пепельницы, она говорит, я курила в молодости, знаю, что такое, и мальчики будут в первую очередь встречаться с некурящими, а вам достанутся такие огрызки, дальше, у вас будут черные зубы, вы будете кашлять, как туберкулезники, и вся зарплата уйдет на сигареты, а так курите, 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 можно, и с тех пор я даже никогда не притронулась к сигарете, она говорит, а, да, еще голоса ваши пропадут, не будет у вас голосов, вот, вот так, запрета не было, просто она рассказала все минусы, так же и с другими вопросами, у нас были доверительные отношения, и ребенок, он, конечно, должен доверять своим близким, а не так, как в одной знакомой семье, что ничего сказать не мог, вот, и я вспоминаю даже, насколько мама, она была и за маму, и за папу, и за всех, и вот она мудро поступила, когда мы спрашивали, где наш папа, она сначала говорила, пока были маленькие, на войне погиб, а потом сказала, что у них не сложилось, ребят, голос, психосоматика у меня, он постоянно пропадает, постоянно, видимо, мое слабое место, когда Тигран ушел и оставил меня, у меня был очень сильный удар, и пропал голос, я не простужалась, я не болела, эфир только начался, у меня пропал голос, и я вот сейчас на гомеовоксе, вроде лечусь, он появляется, пропадает, и я обязательно займусь этим моментом, ну, хоть уже тембр какой-то появился, да, вот, и насколько хочу рассказать, мама всегда, вот она горой за нас стояла, я всегда знала, что что бы мы ни добурогозили, что бы мы ни накуролесили, мы придем к маме под крылышкой, она разнесет всех, она могла не кулаком это сделать, а заявлениями, она могла так уничтожить человека, который нас обидел, что мы знали, что мы еще не развелись, но мы обязательно разведемся, я не хочу сохранять семью, я не хочу сохранять семью в таком виде, в каком она была, у меня внутри все угасло, остыло, я не хочу приносить себя в жертву, я не хочу воспитывать детей теми моментами, теми канонами, которыми они воспитывались все эти 10 лет, к сожалению, у меня короны нет, я ПЦР сдавала, говорят, колос корона, к сожалению, время упущено, но еще есть вариант отогреть, вот, я не хочу, чтобы рядом со мной был инфантильный мужчина-подросток, либо я буду одна, и мне будет проще, поверьте, либо рядом со мной будет сильный, достойный партнер, а я, кстати, вспоминаю свою жизнь, вот с Катей разговаривала, говорю, Катя, а ведь на нас всегда клевали доминантные самцы, еще когда мы были молодые, жили, еще ходили в школу, когда мы жили в деревне Копачивка, который меня Тигран всегда дразнил, заканчивали школу, там был один парень, который держал всю молодежь, бандюк, такой бандюк, его все боялись, мы боялись, и он провожал меня с клуба всегда, и он всем-всем сказал, чтобы со мной не встречался, никто не встречался, я его ненавидела за это, с нами никто не встречался, нас никто не заигрывал из тех ребят, потому что он всем сказал, она моя, а я вообще не хотела быть его, и он как-то провел меня из клуба до дома, и сказал, я сейчас пойду в армию, а когда приду, я женюсь, я так испугалась, ну фу, только не ты, и вообще фу-фу-фу, перестал с ним здороваться, сказала ему, что ты мне не нравишься, уходи, уходи, и потом еще были другие моменты, когда именно ко мне подкатывали, да, в молодости, такие прям, я их всегда боялась, с характером такие парнишки, а мне всегда нравились вот эти, которые в углу сидят, молчаливые, видать, толку из них нет, толку от них нет, и получилось так, что я сейчас отматываю, понимаю, что мужчины, парни, которые хотели меня добиваться, я их бортовала, а сама вместо этого тянула за рога тех, кто, ну вообще не мой, не смотрел в мою сторону, и считала, что это круто, вот, я считала и с Тиграном, что это круто, что я такая крутая, я влюбила его в себя, а сейчас я так не считаю, я хочу, чтобы меня любили, вот. Тигран мечтает избить тебя, он не изменится, ну Тигран не агрессивный, у него много косяков, но не это, хотя, развод дело такое, вот. Тигран финансово, смотрите, какая помощь, приносила раньше продукты, сейчас не приносит, вот, ну, наверное, потратил на день рождения, о чем хочу говорить, да рассказать, вот такой случай хотела рассказать про маму, насколько она, во-первых, она родила нас 39 лет, и уже когда нам было по 16, сколько это 39 плюс 16, это будет 40, 45, 45? Ну да, вот, ей было под 50, она всегда приезжала, когда мы учились в МОЗ-училище, она всегда приезжала к нам с такой огромной тачкой картошки, всяких яблочек, вкусняшек, это когда мы учились, а, 50? Почему? 39, а, да, 55, sorry, да, да, но я плохо считаю, такой косяк, калькулятор всегда есть в телефоне. И вот она, интересно рассказывать? Скажите, интересно про маму? А я пока буду дальше рассказывать. Она приезжала каждую субботу к нам с этой тачкой, иногда сразу на квартире, иногда в МОЗ-училище. МОЗ-училище, оно, в нём такой график, что там даже в субботу нужно прийти и поиграть на кларнете, на флейте. То есть мы приходили в 6 утра, занимались на своих инструментах, потом начинались у нас пары с 9 до 8 вечера, с 9 до 6 где-то, до 5, а до 8 вечера нужно было учить произведение специалист, ну, вот по спецу, спец. Там у Кати Флейта, у меня кларнет. Вот, и она приезжала, и в один из дней она приехала и застала такую картину. По субботам иногда, когда мы приезжали туда заниматься, приходили ещё ребята, которых когда-то выгнали из училища, они лазили там, ну, вахтёрша сидит, баба Лида, что она, пустила и пустила. И заходили в классы, смотрели, кто там учится. А классы были не такие, где много парт, а это классы в музыкальных училищах, они там фортепиано, один стол, и вот занимается возле пульта один человек. То есть это маленькие помещения. И я как не зайду, смотрю, в мой кларнет кто-то дул, в мой кларнет, он мокрый опять, кларнет, дудка. Я оставляла на шкафу, и мне говорят, это бублик, это приходит бублик, такой чувак, которого когда-то выгнали, он какой-то бандюк, и, видать, ему нравилось, и он приходил, постоянно дул в мой кларнет. Я и подошла к нему, сказала, я говорю, ты в мой кларнет не дуй, я не знаю, чем ты болеешь, не надо облизывать мою дудку. А там на этом кларнете трость деревянная, и, конечно, его слюни мерзкие остаются. И вот я один раз сказала, второй раз сказала, и вот суббота, приезжает мама, и тут как раз он подул, да, Хаги-Ваги здесь, в этот кларнет, и я начала на него орать, что он какого черта дул, и он говорит, да я вас сейчас побью, и мы выбегаем, и видим, мама идет, мы, мама, выбегаем, и бежим по коридору прямо на нее, и он вылетает, и тут мама просто, ну, вот она пенсионерка, она не спортивного числосложения, она, что случилось? И она как взяла этого бублика, пацана, как взяла за шиворот, как спустилась с лестницы, как вышвырнула из этого училища, с него летели пух и перья, и она сказала, чтобы ты к моим дочерям на пушечный выстрел не подходил, иначе я тебя посажу. Не важно, что она сказала, важно, какая сила воли, какой душок, и как она за своих дочерей постоять могла. И в этот момент я помню, я всегда помню, что когда мы подрастали, нам хотелось защиты, вот нам хотелось, чтобы кто-то нас защищал, и мы просили это у брата, но брат у нас очень мягкий, он, когда приходил защищаться, мы в какой-то момент поняли, что как бы лучше его не звать, самим за себя постоять. Но мама, мама всегда, всегда она разносила за нас всех в пух и перья. Не думаешь ли ты, что брак из-за проекта был? Нет. Я очень тюрилась в Тиграна тогда. Очень тюрилась, конечно, очень жаль, что он так всё проворонил. Тигран вас любит. Ну а я что сделаю? Что я сделаю? Бывает так, правда жизни. Не покалечила она, его не посадят за такое. Вы спрашивали, поздравили ли родственники, поздравили ли Тигран. Тигран поздравил. Родственники тоже поздравили, как смогли. Где вы делаете ресницы? Я делаю в пэшн-лук у Марго. Очень классный, не знаю, видно, нет, с синими вкраплениями. И поэтому, вот вспоминая какие-то такие истории из жизни, я думаю, блин, как это классно. Ну, придётся немножко обосрать Тиграна сейчас, глядя на отношения его с мамой, с его родителями. Там они вот так всё. Они против меня только могут воевать, всей шайкой моздокской. Сидеть там и подговаривать. Против меня одной. Ну вот. А что-нибудь такое серьёзное, он получается сам. Вот. И понятно, что у каждого свои ресурсы, это всё понятно. Я не хотела вам писать день рождения Ролана, но Тигран был против. А по вашим сторисам видно было, что ему понравился праздник. Да. Если родители извинятся, то я скажу, что я их прощаю, но это дело не меняет. Я больше не хочу себя связывать с этой семьёй, с этими людьми. Тигран пусть останется отцом детей, приезжает. С него ответственности никто не снимал. Вот. Пусть как он эту ответственность чувствует, так он её и продолжает. Я много пыталась достучаться до него. Мне одна из подписчиц, женщина мудрая, взрослая, сказала, она говорит, Юль, ты не будешь иметь голоса, пока ты перестанешь попытки докричаться до мужчины. Иногда теряешь голос, когда ты не можешь докричаться. Вот я уже не хочу докрикиваться. Тут некоторые мне пишут, возвращаемся к моей ситуации, что Да кому ты нужна, Хасанчик, помахать, помахать. Кому ты нужна с тремя детьми, пятое, десятое. А я в своей жизни никогда не была одна. Никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу прокачать свою женскую энергию, получать удовольствие от своей жизни, какая бы она ни была. Катя, да, молодец. Она вовремя прилетела, несмотря на то, что у нее Савва маленький. И, конечно, ее поездки сюда с Саввой, это тот еще квест. Вот. Ты не одна, Юлёк, спасибо. Очень приятно. Я заметила, что восстанавливаться легче через позицию любви к себе. Юля, вы грубая. А знаете что? А я такая, какая я есть. Если я вам не нравлюсь, то замуж за вас я не буду выходить. Я выйду за того, кому я буду нравиться. И грубая, и темпераментная, и ласковая, и нежная, и молчаливая. За того, с кем можно будет просто молчать, и ты не обязана заполнять паузу. Ты ничего не обязана. Мне кажется, такие должны быть отношения. Мама всегда говорила мне, что если мужчина не оценил меня по достоинству, не понял, какая я классная, значит, он дурак. А если он дурак, зачем мне дурак? Я с дураками не вожусь. Это, конечно, можно перефразировать. Я бы так сейчас сказала. Не нужно жить с тем, кто не твой человек. Для кого-то не весь мир. И, конечно, нужно ценить, нужно уже сейчас, я понимаю, мы-то, все, кто сейчас по 10 лет в браке, мы-то девчонками глупыми замуж выходили. Тогда смотрели, какой нос, как густая ли борода, что там с бицухой. О, какие у него пальцы! А сейчас уже можно смотреть на его поступки по отношению к тебе, на то, как он любит тебя, не любит он тебя, что он делает, что будет, когда ты будешь не такая красивая. Немножко вот так вот попробовать. И, знаете, мне не страшно. Намного страшнее прожить неинтересную жизнь, в которой ты живёшь с человеком, не ценящим тебя. И вот то, что сделал Тигран, вот так вот собрал свои вещи и ушёл в декабре, да? Мне тут многие женщины писали, что это не предательство, ты такая дура, просто собрал вещи. Вот я желаю, чтобы от вас также муж ушёл, собрал свои вещи или от ваших дочерей, оставил их, одних, а вы потом скажете, это не предательство, он просто поддался своим эмоциям, потому что хорошо сидеть у себя на тёплом диване и мне рассказывать, что не предательство. Ну вот, он это сделал уже второй раз в жизни. Третий раз уже будет тогда, когда будет поздно. Вот и всё. Мне это не надо. И если бы я любила его ещё, мне повезло, что уже всё сгорело. Они со своим мамой, и с батькой, и с сестру всё растоптали, что было во мне, всё растоптали. Я хочу, я сейчас себя обрабатываю, знаете, на что? На более-менее спокойное и миролюбивое культурное общение с Тиграном, потому что он отец моих детей. Вот и всё. Больше я из себя выдавить не смогу. Так. То, что ему сейчас плохо, ну, мне тоже было плохо. Мне его пожалеть? Во-первых, жалеть мужиков не стоит. Во-вторых, а меня кто жалел? А почему же меня никто не пожалел? А? А почему я должна только жалеть? Нет. Если бы мой муж собрал вещи и ушёл, то обратно бы не пришёл, я бы не пустила. Всё правильно, это предательство. Он говорит, как я могу, как я мог решить по-другому? Ну, если у тебя в голове ничего нет, то да, остаётся уходить. Знаете, почему он ушёл? Он написал для мамы этот пост, что он хороший сын, а не хороший муж. Типа, маму, маму, всё, успокойтесь. Маму, всё, я её слил. Говори со мной. Мама, не игнорь меня. Это был крик души больного ребёнка, которого бойкотировали с самого детства. Так же, как она бойкотировала моего Ролана. Вот так их воспитывали. Нету там никакой привязанности, нету там никакой уверенности, там есть страх. Этот страх будет губить его всю его жизнь. Ну, если только он найдёт себе женщину другую, которой будет это всё равно, у которой будет понижена самооценка. Я не из тех, к сожалению или к счастью. Для него к сожалению, для меня к счастью. Вот. Он поступил ужасно. И вы знаете, он даже предавал меня тогда. Я осознавала, что вот когда собрал шмотки, когда для мамы написал этот пост, типа, маму, только не говори, только говори со мной. Это был крик души. Причём он не осознаёт. Она ему сделала манипуляцию психологическую, он дал реакцию психологическую, но он не осознал, не проговорил и не сделал выводы. Говорит, а что я это делаю? Когда он ушёл, когда он понимает, как тяжело с тремя детьми, когда он написал, слил, когда он ушёл, и когда все эти недели он там сидел и даже не пытался забрать Баграта из сада, отвезти его. Я каждое утро в 7 утра по сугробам эти сани пёрла. Это так тяжело собрать Эльдара бегом в школу, чтобы не опоздал. Собрать Баграта, отвезти, прийти от Утралан, накорми уроки, сделай, всё сделай, рекламы позаписывай, в доме убери, приготовь, всё сделай. Но я уже и с этим справляюсь. Уже и это я прошла. Матери, да, плевать на его переживания. У них, в принципе, такое воспитание. Я после того, как они начали со мной так поступать, я начала лопатить литературу и начала замечать, что и он ведь так поступает к моим сыновьям. И он по отношению к моим сыновьям так обесценивающе поступает. У них нет уважения друг к другу. Они не уважают личное пространство. То есть он может взять вещи, сломать. Он может взять, раздать Ролана конфеты чужим детям. Нахер ты раздаёшь чужим детям, если у тебя свой ребёнок есть, если это его вещь. Давай мы твои чёткие раздадим чужим дядям. Вон у меня стоит. Я могу повезти. Только ты. Он не виноват. Не только он виноват. Виновата и я. У меня есть огромная большая вина, что я его разбаловала. Что я молча делала. Молча делала всё. Всё, 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 всё. Просто молча тянула. Никто мне не подсказал. Моя вина, знаете, в том, в чём? В том, что я уцепилась за него. Вот не уцепилась бы я за него на проекте. Может быть, я нашёл бы свою какую-нибудь, своих нравов и жил бы себе счастливо. А я уцепилась. Взяла, давай, влюблять в себя. Детей родили. Родители там упирались всеми своими восьми паучьими ногами. Упирались, упирались. А я всё равно давай, давай, давай. И он вроде как и привык. Ему понравилось. Я не верю в то, что Тигран может любить. Он любит своё состояние, когда я его облизываю. Когда я заботюсь о нём, когда я такая покорная, когда я такая... Он чувствует себя таким могущественным. Мне он, Ролан, сегодня говорит. Ему надарили одноклассники денег. Получилось там около 10 тысяч. Я говорю, ты можешь купить себе телефон. Тебе хватит на Самсунг. Я разрешаю. Тигран раньше не разрешал телефоны. Говорит, мам. И он мучается. Опять мой ребёнок мучается. Он говорит, я хочу телефон, но я не могу купить. А что же скажет папа? Я говорю, уже не важно, что скажет папа. Он будет меня ругать. Я говорю, он не будет тебя ругать. Папа сейчас не живёт здесь. Он тебя ругать не будет. Он по тебе всю неделю скучает. Что бы ты ни сделал, он будет тебя хвалить. Вот так я объясняю. Ребятам старшим своим я рассказала, в чём дело. Алименты не платит. Я пока не подала. Он жалеть будет потом. У меня так же было с первым мужем. Он мать свою возненавидит. То, что он жалеет, это уже я вижу. Но я ничего с этим делать не могу. Я не буду насиловать себя. Я не буду жить без любви. Я родилась для того, чтобы быть счастливым. И никогда я не буду жить с мужиком, которого я не люблю. Теперь не буду жить ещё с тем, кто меня не любит. Вот так. Я не настраиваю ребёнка против отца. Я рассказываю ему правду. И я знаю, что по психологии, если у женщины есть обиды на отца, то это одиночество. Если у мужчины, то это различного рода зависимости. Я монстра из Тиграна не делаю. Вот. Да, перегорело, девчонки. Надо мне бежать. Я в курсе, что все квартиры будут делиться пополам. Но этот вопрос уже решён. Потому что я. Родственники поздравили, да. Юль, больно? Боль в каждом слове. Ну, я бы не сказала, что сейчас больно. Было больше раньше. Оружия много у Тиграна. Да, я тоже, когда анализировала, знаете, сейчас ещё немножко грязи вам налью. Вот я анализировала, думаю, зачем мне Тигран? Он меня не содержал. Он... Что мне купил Тигран за все 10 лет? И я поняла, что ничего. И даже тогда, когда мы ушли с проекта, когда я родила Ролана и все вещи оставила на проекте, я осталась голая. У меня не было. Это не то, что я меркантильная, хотя для меня материально очень важно, и я не стесняюсь. Да, для меня материально очень важно. Для кого не важно, можете держать свои эскезы, живите в шалаше, одевайтесь в мешковину, это только ваш выбор. Я не хочу так. Вот. Для меня было поразительно, что я даже не задала себе вопрос, почему он даже не попытался этого сделать? Одеть меня. Обудь меня. Одеть наших детей. Обудь их. Почему у него этого нет? Это же должно быть мужчиной. Это же его ответственность. Тем более он видел, тем более я говорила. А я думала, что так надо. Ну и так, месяца 8 я пожила, потом бегом начала заниматься рекламированием. Сначала это был контакт за какие-то вещи, что-то как-то потихоньку, потихоньку все сделала сама. Никто меня не одевал. Никто. У меня нет ни одной шмотки. Зато он весь в моих ходит. У меня нет ни одной шмотки от него. У меня нет ни одного кольца. На проекте он когда-то дарил кольца, которые сделал наш крестный Арам. Он был нашим крестным на венчании. И он работал тогда ювелиром. Иди переодевайся. Мой зайка. Заканчиваю эфир, потому что нам надо бежать с лядачиком на плавание, мы уже опаздываем. Спасибо всем, кто смотрел. Немножко. Подожди, мама. Еще покупайте мягкие совы. Тебе нравится твое совы? Да. Мой зайчик. Подожди, подожди, Майк. Вот. Ой, какой фильтр. Всем спасибо. Если вот именно ты виновата в том, что разбаловала взрослого лба. Всем спасибо, кто слушал. Я вас люблю. А мы побежали. А то окно открыто, и дарчик голенький. Ага. Я проветриваю. Любите себя. Помните, что ваша жизнь одна. Потом хоть внукам будет что рассказать, а внуки у меня будут. Вот так. Эльдарий. Нам надо бежать. Я затянула, Клопи. Клопи. Выключай, бегом одевайся. Я лоховско затянула. Я лоховско затянула. Я лоховско затянула. Я лоховско затянула. Я лоховско затянула.